Многие врачи, рассказывая о действии стволовых клеток, отмечают, что наряду с положительным эффектом при излечении конкретного органа практически всегда наблюдается омоложение кожи, прилив энергии, увеличение жизненного тонуса. Оказывается, голоданием стимулируя рост стволовых клеток можно заработать 15-25 лет жизни. Происходит общее омоложение организма вплоть до исчезновения седых волос. Есть простая и интересная методика голодания, которая увеличивает количество стволовых клеток. Далее мы процитируем автора этой методики, который подробно объясняет суть его подхода. «Имея 20-летний опыт собственной методики голодания, я каждый раз наблюдаю эти признаки во время выхода из голода. Я предложил доктору биологических наук провести эксперимент на себе с измерением количества стволовых клеток. Продолжая ходить на работу, делать зарядку и дыхательную гимнастику, я подготовился одну неделю, проголодал неделю на воде и вышел из голода в течение трех недель. Количество стволовых клеток просчитали до начала семидневного голодания. На выходе из голода – через одну и две недели после выхода. Выяснилось, что к концу семи дней голодания количество стволовых клеток в крови снизилось. Зато после недели выхода из голода их количество удвоилось, а через две недели утроилось по сравнению с количеством клеток, замеренных до начала голодания. Впервые удалось доказать, что голодание способствует выбросу в кровь стволовых клеток, то есть стимуляции физиологических процессов регенерации и роста белковых структур. Эксперимент проводился с помощью дорогостоящего оборудования с применением дорогих реактивов, поэтому измерения пришлось прерывать на самом интересном, когда рост стволовых клеток еще продолжался. Могу сказать из своего 20-летнего опыта, что положительный эффект даже от недельного голодания длится несколько месяцев. Оказывается, голоданием, стимулируя рост стволовых клеток, можно заработать 15-25 лет жизни. В самом себе можно создать банк стволовых клеток для хранения от нескольких месяцев до года именно вашего генетического резерва здоровья, так необходимого для творческого процесса или деловой активности. В процессе длительного голодания организм активно очищается, то есть избавляется от всего устаревшего, тех клеток, которым и так осталось жить недолго. В результате в тканях образуются свободные квартиры для стволовых клеток, а раз появились квартиры, то нужны и жильцы. Стволовые клетки выбрасываются в кровь, расселяются по организму и способствуют его обновлению. Полученные экспериментальные данные впервые подтвердили биологическую целесообразность этого явления. Вот почему лечебное голодание излечивает многие болезни с помощью этого механизма и приводит к явному омоложению и оздоровлению организма. О целебном однодневном голодании. То, что небольшое голодание полезно, известно давно. С помощью голодания еще в глубокой древности лечили больных Гиппократ, Авиценна, Парацельс и другие врачи. В настоящее время уже имеется много научных данных, раскрывающих механизм лечебного действия голодания, которые стимулируют обмен веществ, омолаживают организм и препятствуют старению. Есть много случаев, когда легкая степень диабета излечивалась только за счет того, что поджелудочная железа могла отдохнуть в течение нескольких дней голодания. Один день голодания омолаживает организм на три месяца. Во время полного голодания используется энергия, которая тратилась нами на переваривание пищи для лечения имеющихся заболеваний и очищения. На личном опыте я убедился, что с насморком пустой желудок справляется за двое суток. С сильнейшим гриппом почему-то за трое. Но если в первом случае можно передвигаться, то грипп сопровождается попеременной лихорадкой и сонливостью. Самое поразительное, что после такого лечения выглядишь как после СПА процедур. Не знаю, в чем тут дело, но организм явно очищается и внешне, и внутренне. Кстати, если вы уж решились лечить болезни голодом, то ни в коем случае не принимайте никаких лекарств. Можно только пить воду часто и небольшими порциями. За день нужно выпивать 1,5-2 литра жидкости. Кроме чистой воды можно пить слабый настой шиповника или травяной чай без сахара. Единственное, о чем не следует забывать, перед голоданием необходимо очистить организм. Для этого за 2 дня до намеченного срока исключите из рациона животные продукты. Переходите на злаково-растительную диету. Меню должно состоять из всевозможных каш, овощей и фруктов. Начинайте всегда не более чем с одного двухдневного голодания. Потом переходите на трехдневное. Сколько длился голод, столько и выход из него. Можно подряд провести поочередно одно, двух, трехдневное голодание, завершая каждое таким же по продолжительности выходом из процесса. Дальнейшее увеличение сроков следует проводить после более длительных перерывов. Постепенно можно довести голодание до 7 дней. Проводить его желательно один раз в 6 месяцев. Более длительное голодание в домашних условиях, по крайней мере, пока вы его как следует не освоите, не рекомендуется. И что самое главное, в процессе самоочищения очень важен оптимистический настрой. Начиная голодать, верьте в успех, и вы достигнете удивительных результатов. Организм самостоятельно будет справляться с любыми заболеваниями. И когда регулярные голодания войдут у вас в привычку, вы вообще перестанете болеть.